Ипподромная 4В. Этот дом совсем недавно был сдан в эксплуатацию. Населили его дети и сироты, и по иронии судьбы, те, кого переселили из аварийных домов. Оказалось, что из аварийного дома они попали в аварийный. Начиналась эта история красиво. Наш телеканал неоднократно показывал стройку и вручение ключей от квартир. Тогда никто не знал, что случится всего через несколько месяцев. Дом и квартиры производили впечатление качественно сделанного жилья. Ключи мы получили в июне месяце. В июне месяце я получила ключи. И сразу неделю не прошло, я сразу бегом-бегом. Ремонт, квартира, как вам понравилось? Все было, я ничего не делала. Я вот только мебель приобрела и все. А остальное у меня все, как они сделали, вот этот ремонт, я этим ремонтом. Потому что нормально, все хорошо, чистенько, беленько, уютненько. В настоящий момент в доме затоплен целый подъезд. Причина – порыв трубы на техническом этаже. Жители выглядят не такими счастливыми, как летом. Они обескуражены. Как жить в этих квартирах сейчас, они не знают. Ждали жилья. Вот и дождались. Там все уплакнуло. Труба вот лопнула, и все. Виноваты эти застройщики. Застройщики? Да, застройщики виноваты. Кто строил этот дом, они должны отвечать за это. Вот за эти вот трубы хорошие. Второй раз уже. Мы здесь живем совсем еще ничего, да? А уже вот этот бед и второй раз терпим. В конце января жители уже тонули. Причина та же. Порыв трубы на техническом этаже. Прошло немногим больше полумесяца, и ситуация повторилась. Конечно, аварии коммунального характера – дело обычное. Но не так часто и не в новом доме. По словам жителей, дом обслуживает та же самая управляющая компания, которая его строила. Кто виноват в том, что уже второй раз лопнула труба холодного водоснабжения на техническом этаже, пока непонятно, но мы попробуем разобраться. Ситуацией заинтересовались сразу два органа надзора – прокуратура и жилищная инспекция. Есть три версии, которые предстоит проверить. Ответы даст экспертиза, которая уже инициирована застройщиком. Первая – это некачественно произведенные трубы. Вторая – застройщик сэкономил, установив дешевые, несоответствующие требования эксплуатации трубы. Третья – трубы неправильно эксплуатировались, поэтому не выдержали. Для возмещения причиненного ущерба собственникам необходимо обратиться в судебном порядке, ну, предварительно с претензией досудебной. Если будет отказано, значит, необходимо обратиться в судебном порядке к лицу, по вине которого произошла авария. Только пока не ясно, кто же в ответе за затопленные квартиры. Обвинять кого-то заранее не хочет никто. И прокуратура, и жилинспекция ждут заключения экспертов. Авария, по словам помощника прокурора Ленинского района Антона Шаляхина, устранена. Водоснабжение восстановлено. Прокуратура ведет сразу две проверки. Выясняются причины аварии и… Проводятся проверочные мероприятия с точки зрения действий управляющей компании по соблюдению нормативных требований по ликвидации и устранению данного порыва. То есть, будет дана оценка документом, нормативное время было устранено, либо оно было превышено, и, соответственно, будет решаться вопрос о внесении акта в реагирование. Прокуратуре и жилищной инспекции заявляют, виновник будет найден и наказан. Он обязательно возместит принесенный ущерб. Однако, это будет еще не скоро. А в квартирах сыра прямо сейчас. Не за горами появление грибка. Хочется надеяться, что эта история благополучно разрешится, и виновный будет найден. Павел Половов, Герман Баранов. Новости Улл. Правды. ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова